всем привет в этот дождливый и не солнечный день вы на канале наша жизнь в америке new life is my life мы топаем в костку и как мы вам говорили в прошлом видео мы закупаемся где-то раз в полторы недели вот сегодня 17 число и прошло ровно две недели с того момента как мы были в костке прошлый раз до температура у нас сегодня 17 градусов что интересно вчера было 16 число 16 градусов сегодня 17 17 если если так пойдет то через неделю в общем у нас будет опять нормальная погода и мы сможем даже и погреться на сегодня двигаем в магазин будем загружаться и посмотрим мы хотим сегодня купить или присмотреть что-то кроме продуктов потому что костка это не просто продуктовый магазин костка это универсальный магазин в нем можно купить и карандаш и машинку для бритья или для стрижки и кофеварку и телевизор и компьютер в общем если у вас есть дома в нем нет ничего то есть такой магазин костка в котором вы можете купить все даже больше чем вам надо даже постель надо можно иногда купить да но но все берем тачечку и двигаем а там сухо за не все мог блин вообще как тебе это блин как тебе это мне нравится что она мне под куртку подходит не буду в куртке сидеть дом надо думать как а покажи вам там она вот так раскладывается ее можно разложить полностью в плоскую спинки по отдельности подлокотники поднимаются в раздумьях давайте советоваться давай наши покупки сделаем я пока какую мебель можно купить пост сейчас пойдем туда посмотрим вот смотрите обеденная группа 800 долларов это будет натуральное дерево очень-очень хорошего качества он очень широкий какой-то очень тяжелый а нам нравится очень вот этот стул такой такой тяжелый массивный массивный я наверное вот этот вот этот вот этот оправдан с высокими с людьми мне тут больше нравится а еще мы в свое время гонялись вот за такой кровати помнишь как мучить не купить потом расскажем рассказывать про наш дом потому что да как только мы уберем елку какой 7 часов 17 число нормально у нас стоит елка хорошо вот можно всего за 7000 купить кресло для релакса и делать массаж до возвращаемся продуктом и пойдем проводить салатики так что сегодня нам предложили сегодня у нас солянка остро традиционно начинаем с холодильником потому что нам надо молоком молоко у нас уходит много сегодня берем как обычно 389 это обезжиренная 2 галлона в этой упаковке и берем за 499 вот такое двухпроцентная тоже 2 галлона маришка в холодильник не заходит ей холодно поэтому она ждет меня снаружи ждет снаружи и ходит наверно себе выбирает стиральный порошок ты выбираешь себе новый стиральный порошок йогурт и йогурты не съели еще окей идем тогда за водой на воду цена не меняется вот там где-то вверху 299 за упаковку из 40 будет пол литровых бутылочек это получается 20 сейчас будем пробовать равиоли держи зайка тачку а я скажу за равиоли равиоли закончились к сожалению надо ждать несколько минут так сейчас будем есть короче макароны с курицей сегодня мы берем вот такие мини монтас это такие пельмешки цена за пакет 9.69 в нем 3 л.б. вот такие вот пельмешки с курочкой и ну с какой-то зеленью по моему на вкус похоже на петрушечку до приправочки но я как-то и кушаю мне просто не нравится я не могу выделить петрушка там или что так но сейчас наверно будем сыр и какие-то с ветчиной пробовать до пока маришка идет за сыром я буду дегустировать куриную грудку опять же с сыром не такой какой один большой нет сейчас посмотрим этот только 1099 стоит да нет мы брали последний раз мы убрали крупный зэка это не одной тоже а это мексика она там чадр ты чадр хочешь лучше так решили взять вот такой чадр в нем два с половиной л.б. и стоит он 1099 но 2 по 2 с половиной да я неправильно сказал 2 по 2 с половиной л.б. и стоит 1099 что еще ищем а палочки у нас не закончились сырные так сейчас мы возьмем масло это скажем так аналог сливочного белорусского масла стоит оно 1089 4 л.б. в нем будет 4 кубика по паунду как бы мы попробовали несколько вариантов и остановились на том которое по вкусу практически как то которое мы покупали в беларуси которое называлось крестьянское да в общем после курицы сыром вот такой вот десерт ореховый ну если вы пришли в косту голодные вы отсюда не уйдете это я вам гарантирую очень много хлебобулочных изделий ну что я имею ввиду это черный хлеб белый хлеб цельнозерновой с орехами зернами с различными семенами различные булочки для хот-догов в общем мы традиционно берем вот эту питу мы ее уже закинули она стоит 349 но я хочу показать что кроме того хлеба что мы покупаем здесь очень большой выбор и достаточно нормальные цены 539 это цена за две булочки хлеба вот это вот органик 699 тоже за две булочки хлеба можно купить белый хлеб черный хлеб есть такой серый но в общем на вкус и цвет можно найти кучу себе всякого хлеба тот который мы покупаем это вот эти вот более зеленые упаковки он стоит 789 мы никогда не зацикливались на том что продукты органик не органик оказалось мы кушаем хлеб органик вот можно купить цельнозерновой 579 стоит две булочки ну а кто не хочет есть хлеб тот может купить букет своей любимой куда идем дальше орешки мы хотим еще купить орешки которые которые мы любим лопать и которые какие-то у нас закончились там до зайка кстати пекан это очень полезные орешки которые в калифорнии добавляют очень многие блюда прямо они составляют как бы могут в некоторых салатах составлять 50 процентов до составляющей потерялись орешки а вот начались вот миндальные миндальные 3 паунда стоят 1249 грецкие орехи 1299 за 3 лб а нам нужны вот такие вот пекан они стоят 1479 за 2 лб они очень похожи по внешнему виду на грецкие ну как очень немножко похожи вкусом они уже разительно отличаются и в общем они очень полезны и давай покажем еще какие есть еще орешки можно купить всеми любимые кедровые я в детстве их очень любил и в детстве мы их кушали прямо из шишек я уже не помню откуда родители их брали приносили привозили мы ставили в духовку шишка раскрывалась и мы прям доставали оттуда такие семечки ну в общем в нашем детстве я помню кедровые орешки только в шишках здесь они только в пакетах шишки кончились продают только в пакетах в общем цена 2469 за полтора лб это наверное самые дорогие орехи которые из всех которые мы покупаем до миндаль органик он будет стоить немножко дороже чем обычный получается 1489 за 1,7 лб вообще такая фасовка интересно а это у нас что это какао-пудра что делать с какао-пудрой добавлять выпечку а еще вот очень классная фишка такая есть в америке очень любят добавлять всякие торты булочки печенье вот такие шоколадные чипсы да так они называются то есть это вот такие вот кусочки шоколада которые при выпечке если вы печете печенье или торт в духовке они не плавятся они остаются вот такими же цельными кусочками прямо ну уже как вы или наверх насыпется их или просто добавить вовнутрь вот а дальше пошла пойдем пойдем туда покажем всякие смеси для выпечки которые готовы вот это например для таких пышных оладушек в них уже добавлять ничего не надо ну кроме воды или молока одно яйцо еще туда добавляется и похожую смесь мы покупаем у нас есть вафельница ну не вафельница такая как в советское время были короче там не хрустящие тонкие получаются такие как как вафельки но только они на оладушки похожи надо просто эту вафельницу показать и мы делаем такие вафельки а еще у нас кстати спрашивали про сахар почему по вы никогда не покупаете сахар и что в америке нету сахара сахар в америке есть можно его покупать вот так вот 25 лб 12 долларов вот такой вот огромный пакет можно купить вот такой пакет на 10 лб 489 это получается за пол доллара злб до пол доллара злб а мы покупали когда ели сахар по наверно по доллару злб и вот кстати это о магазинах мы брали в центах за доллар а здесь можно купить за пол доллара мы ушли от сахара она мед кстати надо купить вот и пошли да мы отказались как бы от сахара поэтому чай с медом а все остальное вообще без сахара хорошо что вспомнили пойдем купим мед банка какао у нас антошка очень любит какао кстати для сравнения вот вам цена 622 сколько здесь в этой банке давай а так вот написано блин тут воздух сейчас посмотрим в нормальных уже привычных нам единицы скажем всем кило сто восемьдесят грамм стоит 6 долларов 22 цента поехали дальше вот кстати очень вкусная каши быстрого приготовления овсянки стоит 80 99 8 99 10 лб ее просто достаточно залить горячим молоком и буквально через 35 минут ваша каша будет готова сейчас нам как-то проехать здесь хотелось бы ряд с кофе костка кофе обычно ну тут наверно сортов 10 есть которые стандартно стабильно постоянно продаются единственное что иногда на них меняется цены из-за того что становится распродажа вот а так вы можете знать что если у вас закончился ваш любимый кофе когда который вы берете в посту вы всегда его там же опять и купите то есть товары не пропадают из продажи ну иногда только добавляются новые вот а сейчас мы возьмем мед покажем вам какой мы медик берем значит это вот такая вот бутылочка которая весит 5 лб и стоит 12 долларов он очень вкусный что сказать очень натуральный ну короче такой мед какой мы любим он немножко отличается от того которую можно купить в джонсе мы показывали вам от густого но он очень хорошо для чая детям нравится он очень нравится давай разверну соленые орешки соленый арахис да поехали так сейчас мы попали в ряд снеков значит здесь продаются всевозможные миксы миксы и не миксы из орехов семечек или просто отдельные виды орехов ну вот вы видите с медом есть соленые есть не соленые фисташки чищеные фисташки нечищенные органик не органик ну вот например миндальные орешки 1099 за два с половиной лб фисташки чищеные полтора лб 1379 мы хотим найти соленые вот микс орешков с мндм сами изюмом курагой 1299 за 4 лб это вот то что мы пробовали десертик нечищенные фисташки будут стоить 1789 за 3 лб а эти вот дешевле по моему фисташки да что-то на них цены это не от фисташек это от кишью орешки кишью 1589 два с половиной лб вот такие они солененькие мы хотим просто соленый арахис и почему-то мы его не видим да а вон да стоит наш любимый соленый арахис соленый арахис два с половиной паунда будет стоить 669 вот такая баночка мы тоже как приехали в америку познакомились с этим арахисом первый раз полюбили его и в общем-то один раз только мы купили вот такой потому что ну почему-то не было того который мы видим да мы купили вот такой он стоит 649 сегодня что на него сел а да 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 вторую бесплатно то есть получается банка за 320 обойдется но на это не надо вестись потому что вот как раз сравнение вот этот арахис который мы не кушаем и вот этот который кушаем этот как-то так себе на вкус он нам у него какой-то своеобразный привкус и в общем он нам не понравился а еще очень классный микс хочу вам показать опа вот такие вот орешки мы их попробовали в гостях когда были это кишью с ауман с миндальными орешками семечками с медом сладенькие вкусненькие значит они стоят 1159 за 907 грамм 2 паунда если кто-то здесь живет рекомендую попробовать очень вкусно вот кстати то о чем я вам говорил что просто можно купить кроме еды даже постельное белье и все что вам нужно для дома то есть вы можете купить вот такие коврики в ванную комнату полотенца декоративные подушки какой-то сет для ванной комнаты тут наверное я вижу крючки это будет шторка видимо еще полотенца вот можно купить подушки простыни надувной матрас 140 долларов вот обыкновенные подушки и ортопедические всякие вот такая вот подушечка она стоит 30 долларов есть подушки попроще 1799 две подушечки мы себе в свое время как-то купили в омарте по 6 долларов по моему за подушку и меняли их уже два раза кстати для любителей спорта вот протеин не знаю почему он здесь стоит обычно он стоит в другом месте сегодня на него неплохой сейл 15 долларов 35 долларов будет стоить пять с половиной лб протеина в общем как я и сказал если вы пришли в костку если вы голодны вы покушаете если у вас чего-то нету дома то вы все здесь найдете сегодня хочу отдельное внимание уделить телевизором которые продает костка цены я думаю многих сейчас шокируют значит телевизор 43 дюйма диагональ цена вы видите 300 долларов ультра hd качество 3 года гарантия идем дальше и дальше что мы видим а и кстати да что еще я хочу сказать смотрите там вот где написано цена зеленым цветом 299-99 написано лимит 3 штуки то есть имеется в виду что то что и имеется больше трех телевизоров в одни руки не продают не знаю кто в америке скупает телевизоры по 3 по 3 штуки ну ладно идем дальше цена 55 дюймов 429 99 430 долларов дальше больше цена 65 дюймов это переходим скажем так уже к нормальным диагоналям 600 65 дюймов 650 долларов опять же лимит 3 штуки в одни руки ну и теперь же чтоб совсем было смешно и интересно телевизор samsung за гана 75 дюймов 4k ультра hd 1380 долларов больше трех в руки не дают то есть если вам надо таких 6 телевизоров приходите с соседом что я хочу сказать показав эти цены на телевизоры я хочу сказать о том что черная пятница это хороший день хороший праздник хорошие цены но если вам нужен телевизор это не значит что вам надо ждать черной пятницы вы всегда можете зайти вот в такие магазины как костка или sam's club посидеть в интернете и вы по-любому найдете телевизор за хорошие деньги не дожидаясь черной пятницы ну вот я иду и и опять же хочу показать цены вот лжи 43 дюйма цена 320 долларов тсс и и визио это скажем так не брендовые телевизоры которые мало известны на постсоветском пространстве но прошу внимание обратить на цену 50 дюймов 300 долларов я думаю что этот телевизор на эти деньги отработает у вас мама не горю вот то есть если уж очень-очень надо телевизор с большой диагональю и не хочется там брать кредит как говорится ждать копить тот же видео визио 50 дюймов 289 с другой стороны добавить пару сотен полторы сотни и samsung 55 дюймов 430 долларов ультра hd что еще надо на сегодняшний день нормальный телевизор samsung 55 дюймов 4k ультра hd 600 долларов lg 55 дюймов 4k ультра hd 460 долларов то есть то о чем я вам и говорю если вы проснулись утром и решили блин хочу новый телевизор а за окном всего лишь январь и до черной пятницы еще почти блин год приезжаем в косту lg 70 дюймов 879 долларов ну как вам объяснить это в общем нормальные цены на нормальные телевизоры вот этот же бренд визио 65 дюймов 700 долларов то есть я еще раз хочу сказать что не надо ждать какого-то специального праздника черной пятницы или того же дня труда когда устраиваются специальные распродажи просто можно походить по магазинам и попасть на очень неплохой сейл с очень неплохими ценами ну вот вроде и все на этом мы сегодня в костке свои дела заканчиваем сейчас мы идем на кассу и на улице уже озвучим вам ценник что у нас получилось по нашей тележке сегодня маришка там он притулилась на диване пока я хожу телевизор и с вами осматриваю вот такая наша тележка вот такая наша маришка сидит вот на таком сидит посиживает на модном кожаном диване да я посмотрю как но нормально в общем у нас назрел вопрос покупки дивана и мы сейчас вот ходим и думаем чтобы нам взять этот диван нам тоже понравился он стоит тысячу долларов больше понравился чем да мы сейчас как покажем больше чем тут так он и больше чем тут в общем мы решили сменить свой диван и пока не решили на чем нам остановиться значит этот вот этот вот диванчик который стоит перед нами он стоит тысячу долларов значит что у него есть интересного у него вот эти вот нижние назовем их спинки подножки а вот да что я туплю короче у него вот так вот под ноги выкидываются такие подставки поддерживать ноги то есть чтобы вы могли закинуться на спинку он очень мягкий и и в общем пойдем покажем что мы еще рассмотрим какие варианты в общем не то чтобы мы хотим себе кожаный диван просто пришло время смены дивана да и мы увидели как-то по нормальным ценам вот такие неплохие вещи значит мы все время мечтали искали диван который будет вот так вот раскладываться на случай когда к нам приехали гости кто-то остался извините ночевать нас интересовала такая модель но сейчас когда мы так немножко туда-сюда потусовались пожили покрутили помутили а потом увидели вот такую легкую софу которая тоже может быть значит она может и разложиться полностью в спальное место и у нее вот такие вот подлокотники поднимаются то есть как диване можно ее вот так вот поставить мы подумали что может быть нам взять такую сейчас эксперт по ценам озвучит total и того 103 доллара сколько центов все хотят знать точно покажи пожалуйста узнай сколько там точно посмотреть а я пока расскажу значит что сегодня вот в эти 103 доллара вошло необычного то что мы не покупали 96 центов это почти 104 доллара марина мариночка зайка моя ты на доллар чуть не обманула подписчиков значит вот чем я хочу поделиться в конце этого нашего видео влога и рассказать значит сегодня мы купили вот такие вот соленые орешки мы их ни разу не покупали скажем так на камеру потому что когда мы их покупали последний раз мы не вели в логии и они у нас были в запасе и они у нас были так сегодня мы купили вот такой мед который никто не видел когда мы покупали его потому что мы покупали его и он опять же у нас был и мы уже с вами покупали мед в джонсе причем украинский да вот и сегодня мы еще купили вот такое замечательное масло кстати вот этот вот бренд гиркон который написан сверху это бренд который поставляет в костку очень много продуктов сегодня у нас есть а кстати вот вода вот сыр вот орешки то есть наверно процентов ну 50 точно это я так чтоб не обмануться а может быть даже и 70 процентов товаров а молоко сейчас обойду молоко с этим же брендом вода с этим же брендом так давай разберемся значит у нас в этой корзине только на хлебе нету этого бренда и на и на перемешках то есть ну это бренд который поставляет товары в костку нам эти товары все очень нравятся продукты причем я говорю вот например это масло то сметана которую мы покупали тот творог они очень похожи по вкусу на все продукты которые мы привыкли кушать в белоруссии когда люди говорят что ой да здесь все продукты безвкусные их невозможно есть они какие-то все ненатуральные то я вам скажу что при желании перепробовав несколько экземпляров вы по-любому найдете себе тот вкус который вы привыкли кушать ну все на этом мы будем заканчивать пакуемся и до встречи спасибо что вы были с нами обязательно не забудьте подписаться поставить колокольчик и очень очень большая просьба пожалуйста пишите комментарии задавайте вопросы потому что ну нам это интересно что вы думаете нам приятно отвечать на ваши вопросы потому что когда записываешь флот невозможно все сразу рассказать как-то мысли обгоняют язык а потом когда его монтируешь думать блин а почему же не рассказал какое масло вкусное всем хорошего дня бай-бай мы ждем солнце у нас дождь грустная погода до встречи на канале Наша жизнь в Америке для новых встреч до встречи здесь